...сохранение национально-культурных традиций. Лена! Благодарность и законодательное собрание. Уважаемые малосевдобинцы, уважаемые гости, уважаемые те люди-граждане, которые пришли на этот прекрасный, замечательный праздничный день. Сегодня у нас в районе на самом деле праздничный день. Почему? Потому что открывается сегодня вот такой прекрасный историко-культурный центр. Думаем, что с началом открытия вот этого центра район будет жить, район будет развиваться. Вот. Для сведения здесь сидящих и стоящих хочу сказать, что уборка урожая продолжается. Вот. У нас осталось убрать еще 14 тысяч гектаров подсолнечника. У нас осталось еще около 7 тысяч гектаров осталось зерновых убрать. Около 3 тысяч гектаров еще осталось убрать кукурузы. Вот. У нас все есть для того, чтобы район развивался. У нас есть все для того, чтобы те процессы, которые должны происходить и в районе, они должны продолжаться. Школы открылись. Дороги ремонтируются. И ремонтируем. Но не буду утомлять вас своими вот этими словами о тех творениях, что, допустим, делаются. Я хотел бы вас всех здесь поблагодарить за взаимопонимание, за ту поддержку, которую мы ощущали во время строительства, ремонта вот этого центра. И спасибо правительству области, которая наше начинание увидела, наше начинание поддерживала и всячески помогала, помогала как финансово, так и морально, чтобы этот центр был создан. И после того, как мы его откроем, я думаю, у нас, нашего района, есть будущее. Спасибо всем, здоровья, счастья и горчих успехов нашим совместным. Это и фамилия, это и имение, это история Пётр Аркадьевич Столыпин, который говорил, что если народ не бережет свою культуру, то он превращается в почву, на которой произрастают другие народы. Очень точное и меткое выражение. И сегодня мы видим, что мы не хотим быть почвой для других народов, мы хотим быть людьми России, мы хотим любить её, жить здесь, мы хотим оставить её детям, внукам, правнукам, чтобы здесь всегда, всегда цвела жизнь. И вы знаете, когда я сейчас говорю эти слова, я понимаю, что вот три имени, три человека, прославившие свою землю, прославившие Пензенскую землю, Россию, известные во всём мире, вот не случайно, вот они родились здесь, посмотрите, какой небосвод, посмотрите, какое раздолье, сколько сил им понадобилось, чтобы вынести тяготы, и военные тяготы, и тяготы преследования, непонимания. Сколько сил им понадобилось, чтобы вынести тяготу признания всеобщего, потому что всеобщая любовь, и знаете, она тоже иногда людей портит. Не испортили, они остались великими земляками, которых мы любим, которых мы почитаем. Я думаю, что это большой, великий пример всем нам, на путстве, на нашем жизненном пути, с праздником. А наш подарок, это первый взрослый Рушлановский фестиваль, который мы обязательно начнём здесь, в следующем году. И наш ансамбль славяне. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok